Со стороны улицы живописной, ну не скажу, что супер живописной Первые этажи без отделки фасадов, соответственно, внутренние работы по отделке не проведены вообще Я бы выбесилась, наверное, если была бы здесь рабочим Ж достаточно громко Сдаются два корпуса, это получается корпус номер 6 и корпус номер 1 чуть позже А на чьей это совести? Но вот у меня какие-то червячки, сомнения есть Комфорт класс, у меня здесь не было претензий к бизнесу, есть вопросы Всем привет, я Леся Грузинская, это проект о новостройках.ру Авторские обзоры на тему недвижимости Сегодня у нас обзор на жилой комплекс бизнес-класса в районе Хорошова-Мневники Звучит очень заманчиво Называется он Серебряный парк и девелопер компания Инград Жилой комплекс Серебряный парк это бизнес-класс, 6 монолитных корпусов Срок сдачи всего проекта это первый квартал 2020 года Квартира есть с площадью от 44 квадратных метров до 120 квадратных метров Площадь от 10,5 миллионов до, внимание, 80, потому что на последних этажах есть пентхаусы И в среднем за квадрат получается примерно 250 тысяч рублей Немало Кстати, вот здесь будет, как всегда, карточка объекта На сайте новостроев с актуальной информацией, статьей, ценами И, в общем, заходите, смотрите Алексей, у меня вопрос Домов 6, они вроде как образуют одно пространство Но почему-то два корпуса сдаются на полгода позже Вот почему так? Совершенно верно, сдаются два корпуса Это получается корпус номер 6 и корпус номер 1 чуть позже Свидет тем, что строительство изначалось с улицы Паршина И потом уже двигалось в сторону улицы Берзарина Поэтому корпус номер 3 и номер 4 начинают строиться чуть раньше И дальше они плавно переходили как раз в сторону первого, шестого корпуса За счет этого два корпуса сдаются чуть позже Но выдавать ключи мы будем в любом случае в один срок Начнем с того, что звучит район хорошо Вомневненький, прекрасно, потому что все знают, что именно здесь Серебряный Бор И вообще это один из самых приятных для проживания районов Но на самом деле до Серебряного Бора, правда, здесь рукой подать меньше километра Напрямую что-то там 650 или 700 метров до начала Серебряного Бора Но непосредственно пешая доступность вокруг Серебряного Парка пока меня не очень радует Раньше на этой территории был хлеб-завод Сейчас 17,2 гектара принадлежат застройщику Инград И, соответственно, там строятся эти 6 корпусов И со стороны улицы Берзарина несколько кирпичных пятиэтажек Территория, огражденная забором И, кстати, здесь начинается скоро территория промышленной зоны Октябрьское поле Где Курчатовский институт И вот там вдалеке, не знаю, вам на камере видно или нет Но мне видно жилой комплекс Октябрьское поле от RG Development Я могу помахать ему ручкой, мы там уже снимали Это, получается, один из ближайших конкурентов Еще есть жилой комплекс Crystal и жилой комплекс Union Park И причем я посмотрела, что цена за квадратный метр у них даже, наверное, пониже немножко Несмотря на то, что, кстати, у Октябрьского поля уже есть данная очередь А этот еще не сдан Может быть, они думают, что они покруче Потому что это прям бизнес-класс А там, например, комфорт Хотя Union Park опять же бизнес-класс В общем, пойди разбери этих застройщиков Со стороны улицы Живописной Ну, не скажу, что супер живописно, но, правда, приятненько Потому что как раз вот там, за зеленой зоной и заборчиком Располагается начало Серебряного бора Там как раз уже вот эти пруды, озера В общем, вот там, правда, живописно Но отделяет вот эту красоту от нашего Серебряного парка Мы его сейчас не можем увидеть Учебно-методический центр по гражданской обороне И чрезвычайным ситуациям города Москвы И храмик Ну, вот у меня двоякие такие впечатления О точке расположения Серебряного парка Потому что со стороны Паршина Вид через Паршина Еще ничего такой Ну, домики кирпичные девятиэтажки Живописная симпатичная улица То есть, в целом, райончик такой неплохой Тем более, опять же, Серебряный бор Вот как-то вот он Невозможно про него забыть Но вот эти корпуса малоэтажные МЧС Они портят весь вид И, кстати, они как раз в сторону Серебряного бора Поэтому, если вы вдруг выбирали Надежды с последнего этажа увидеть Серебряный бор Наверное, вы его увидите Но если гляните вниз То там будут просто крыши малоэтажек Не самые привлекательные Но при этом, конечно, нельзя сказать Что этот район не развит И тут его никак не упрекнешь Детские сады, школы, поликлиники, магазины Вот, ну, абсолютно все, что вам нужно Оно, естественно, будет прям в пешей доступности Потому что хорошо в Мневнике Довольно давно заселенный район Но вот в целом, я не знаю Ну, вот комфорт-класс У меня здесь не было претензий к бизнесу Есть вопросы Девелопер проекта Серебряный парк Компания Инград Не могу сказать, что они очень долго находятся на рынке Но при этом у них есть уже и построенные объекты Есть и в строительстве объекты Хотя я до сих пор не могу сказать Какое у меня отношение Насколько мое доверие сильно к компании Инград Потому что за три года работы я встречалась с ними практически в первый день моей работы Это был жилой комплекс Вавилова 69 Он тогда был на этапе строительства Но к нему уже было очень много вопросов Потому что рядом с ним построен дом-призрак Который 10 лет никак не могут ввести в эксплуатацию Потому что у него размыло вроде как полностью фундамент Все переживали, что Вавилова ждет та же участь И у него очень неприятное было расположение И вообще тогда с ним была куча проблем Мы пока не возвращались к этому проекту Но я знаю, что после сдачи тоже не все гладко было Потому что застройщик сдался без отделки мопов и входных групп Проект Вавилова 69 Еще мы видели его на проекте Павловский квартал Но сравнивать с Серебряным парком очень сложно Потому что Павловский квартал находится очень далеко от Москвы И это малоэтажка, и это практически эконом-класс Если можно было бы апеллировать эконом-классом Ну, в общем, такой комфорт-комфортович Стас недавно снимал преображение И тогда, по большому счету, у него были вопросы больше к локации Потому что жилой комплекс тоже был недостроен И недавно он ездил в Новое Медведково Тоже такое вот Все время как-то вот так вот Нельзя сказать, что вау, классно, проект вообще просто бомба И бежим покупать Но нельзя сказать, что какие-то большие проблемы Задержки немножко были Но в пределах двух кварталов Здесь вроде как застройщик говорит, что вообще не должно быть задержек В общем, если вы приехали все-таки изучить ЖК Серебряный парк У меня первая для вас инструкция Это как найти офис продаж Потому что и я, и Роман искали его очень долго К комплексу можно подъехать со стороны улицы Паршина Можно со стороны Берзарина Вот на Берзарина Главное не пропустить вот это серое здание У которого почему-то надпись Серебряный парк Не со стороны дороги находится Это очень сложно Но тем не менее По-моему, у него адрес Берзарина 39, строение 1 Уже был один комплекс бизнес-класс Это Вавилова 69 Который потом переформатировался в клубный даже дом Но при этом, когда его сдавали Полностью не готова была отделка мопов Входных групп И очень много проблем было при приемке квартиры Насколько я знаю И вот мне интересно, не повторится ли такой опыт И есть ли какие-то там гарантии И ошибки, которые вы учли То есть как застройщик Ну вот у меня были бы сомнения Если бы я сюда пришла покупать квартиру Как эти сомнения развить? Ну смотрите, дело в том, что Когда сдавался наш комплекс Вавилов Приехал главный архитектор Посмотрел, как были в итоге сделаны По проекту входные группы И принял решение, что их можно еще улучшить И сделать намного интереснее, чем они получились В связи с этим была встреча с жильцами Были подписаны дополнительные соглашения О том, что мы будем переделывать входные группы И делать их более качественно И более, ну лучшими Для проживания будущих жильцов В связи с этим было подписано соглашение И входные группы были переделаны Ну а если, по идее, это было согласовано с жителями И их разрешение в том числе было сделано То почему такое активное обсуждение на форумах было? Как будто бы они не были в курсе И большинство сообщений было, что Инград нас подставил И посмотрите, что мы получили Это было очень странно Ну вот по поводу продолжения обсуждения в плане форумов Нужно информацию уточнять Потому что, насколько у нас есть информация Все было полностью согласовано с будущими жильцами Все согласились о том, что входные группы Будут действительно переделаны в более лучший дизайн В более лучший формат Монолитные работы сейчас завершены на 97% И дальше идет как раз облицовка фасада Мы видим утеплитель И потом клинкерная плитка Интересно, что цвета клинкерной плитки Здесь как бы выложены градиентом Видно уже, что первые уровни Это темный кирпич И в самом верху будет белый То есть есть момент, когда эти цвета начинают смешиваться Естественно, первым моим вопросом было А на чьей это совести? Ну то есть, рабочие укладывают как придется? Мне сказали, что нет Если вы видели когда-нибудь Как выглядят мозаики такие для домохозяек Где нужно бисер по номерам и цветам складывать Вот здесь примерно так же У работников есть рисунок с номерами и цветами кирпичей И они должны его строго выложить Говорят, за ними проверяют Я бы выбесилась, наверное, если была бы здесь рабочим Но тем не менее, выглядит это очень прикольно Вот там на одной секции очень хорошо видно градиент Видно хорошо остекление Причем, когда ты смотришь на дома уже в готовом варианте На рендерах, например, кажется, что это огромное окно с закругленным верхом На самом деле это два разных этажа Получается, что этажи чередуются Сначала идет окно стандартной формы, а над ним на этаже уже полукруглый И посередине будет просто тоже стеклянная вставка Но на самом деле за ней, видите, есть монолитная перегородка этажей И уже 50 сантиметров пеноблоков, от которых потом уже начинается высота окна А мне вот интересно стало Я приглядывалась к фасадам, но не обнаружила корзин под кондиционеры Что с ними будет? Кондиционеры будут установлены в специальных технических балконах Это предусмотрено абсолютно в каждом корпусе То есть, если обратить внимание на корпус номер один Как раз вот здесь специально идет часть Здесь будут установлены блоки кондиционер С этой стороны, с этой стороны не будут установлены здесь То есть, в каждой секции будет свой технический балкон на каждом этаже Там будут устанавливаться как раз кондиционеры И это предусмотрено абсолютно в каждом корпусе Я не знаю, на сколько процентов готов фасад Но внешне выглядит, что на очень мало Еще нет остекления совсем Первые этажи без отделки фасадов Соответственно, внутренние работы по отделке не проведены вообще О каком благоустройстве может идти речь То есть, за полгода застройщик обещает все это закончить Вот тут, конечно, мой глазомер работает не суперхорошо Потому что обычно я определяю Да, это точно построят, это точно не построят Здесь непонятно Если будут работать ударными темпами И все очень-очень быстро делать Наверное, завершат вовремя Но вот у меня какие-то червячки сомнения есть Работы ведутся, мы видим, действительно рабочие есть Но полгода, я не знаю, оценивайте сами При подготовке сюжета я всегда изучаю форумы И здесь не такая высокая стадия готовности Чтобы много обсуждений было Но при этом одно из сообщений Одна из ветка, точнее, обсуждения была о том Что якобы на сайте НашДом.РФ Были выложены результаты проверки При которых было выписано предписание Об устранении нарушений по части отставания от графика И по части нецелевого расходования средств О чем это и было ли это? На самом деле достаточно странно Потому что этого не было И, опять же, исходя из последней комиссии Которая была сделана как раз в конце июля Мы идем точно полностью по графику И у нас все строится полностью срок И также, помимо, скажем, контролирующих Мы под аккредитованием Сбербанка И за нами также смотрит Сбербанк Поэтому мы строим полностью срок И будем выдавать ключи нашим будущим жильцам вовремя Ну вот мне, честно, могу сказать Что сложно определить за полгода Возможно ли такой объем работ закончить Но застройщики правильно понимают Что сейчас утверждают, что будет завершено срок? Да, все будет завершено срок Сейчас же занимается внешняя отделка фасадов Монолитные работы все произведены А внутренние работы когда? Отделка мопов и квартир? Все будет сейчас делаться параллельно Все шесть домов образуют большое закрытое пространство Здесь будет один общий внутренний двор С детскими площадками С зонами отдыха для взрослых Обещают Wi-Fi и много всяких примочек Чтобы вы могли отдохнуть Получается, все промежутки, которые сейчас образуются между домами Они будут закрыты забором И сюда доступ будет только для жильцов Обещают, что входы в подъезды будут на один уровень с тротуаром Естественно, это стильно, модно, молодежно В общем, все нормальные застройщики сейчас так и делают Особенно в бизнес-классе Но еще и сквозные входные группы будут Это тоже очень круто Чтобы ваши гости не должны были проходить на закрытую территорию двора Они смогут сразу с наружной стороны попасть во входную группу Будет охрана, будет видеонаблюдение И в каждой секции будет консьерж Но для бизнес-класса это стандартная история такой системы безопасности Входные группы пока не готовы К сожалению, доступа к ним нет Нам остается только наслаждаться рендерами И информация о том, что там будет консьерж У которого будет камин с настоящим огнем Будет зона ожидания И потолки во входных группах около 5 метров Ну это в черновом варианте плюс отделка чуть меньше Ну в общем, выше, чем на стандартных этажах Из интересного Вот здесь уже идет отделка Это вроде как не входная группа, а коммерческое помещение Но тем не менее Уже лежит плитка в санузле коммерческого помещения И идет отделка Штукатурят стены Хотя у них даже нет куска стены Здесь нет остекления Они уже приступили к отделке Я такое вижу, если честно, первый раз Но вот видите, полгода осталось Нужно срочно все доделать Поэтому тут уже кто что успевает, тот что и делает Я очень надеюсь, что меня сейчас будет слышно Потому что Ж достаточно громкая Но что сделаешь, мы работаем на стройке Мы зашли в одну из квартир, чтобы показать Ну примерно, как будут выглядеть те, что сдаются без отделки У них будут все-таки наметки стен Причем довольно высокие перегородки Около 30 сантиметров Для того, чтобы БТИ могли сделать обмеры И принять эту квартиру Нам досталась двушка в 72 квадратных метра И мы как раз здесь убедились, что в двушках есть два санузла Вот один, вот второй сразу на входе Кухня метров 15 На ней есть лоджия Кстати, во всех квартирах есть лоджии Лоджии тоже не панорамные Сантиметров где-то 50 будет от пола остекления Но, тем не менее, они есть И вот там первый санузел рядом с кухней Окно нам досталось обычной квадратной формы Соответственно, этажом выше должно быть уже с закругленным И вот такая высота окон будет Они в любом случае увеличены по размеру Поэтому эта квартира сейчас, особенно без стекол, выглядит невероятно светлой Потому что большие окна есть Высота потолков на стандартном этаже 3,3 Это без отделки То есть, соответственно, если вы покупаете с отделкой То 3,10 там около того будет А на самых последних этажах, где есть пентхаусы, там 3,5 Площади квартир от 44 квадратных метров до 129 На сайте есть и больше То есть 150 я видела, 151 квадратный метр Но это пентхаусы уже с учтенной площадью самих террас Поэтому жилая 129 максимальная И есть три варианта отделки Вот так примерно будет выглядеть черновой Есть еще white box и полностью с отделкой под ключ Корпус номер 3 и корпус номер 6 Они будут сдаваться с вариантами отделки Варианты отделки есть два В первых и третьих секциях это будет отделка white box Все будет максимально подготовлено уже под ремонт Будет сделана стяжка пола с дополнительной шумоизоляцией Будут отшпаклеваны стены, потолки То есть вся черновая работа будет проведена И во вторых секциях также третьего и шестого корпуса Уже будет предусмотрено готовые варианты решения отделки Для наших будущих жильцов Этих варианта три То есть это вариант получается у нас с вами classic, ardeco и modern В зависимости от предпочтений наших клиентов То есть что туда будет входить Будет уже паркетная доска В мокрых зонах это будет плитка Будет точечное освещение Уже сразу подготовлено Установлены двери Установлена сантехника Здесь также отдельный буклет есть Где мы все нашим клиентам показываем С точки зрения какая будет полностью сантехника Ванная А это как раз примеры Да, это как раз примеры Как уже будут готовые решения выглядеть Мы надеемся, что в ближайшем будущем У нас появится шурум Где можно будет более детально все показывать А на других объектах был уже опыт у Инграда с отделкой квартиры? У нас есть опыт с отделкой также Это получается с Петра Алексеева Но там идет другой вариант отделки Здесь мы будем применять именно премиум отделка Это первый наш жилокомплекс Где будет применяться именно данный вид отделки Петра Алексеева это был комфорт класс, да? Да, совершенно да Там с какими-то сложностями сталкивались или нет? Пришлось ли учесть уже какой-то опыт с Петра Алексеева? В любом случае мы постоянно, так сказать, собираем отзывы наших жильцов И стараемся делать максимально все лучше и комфортнее Поэтому здесь мы уже применили совершенно другие варианты отделки Это премиум отделка в бизнес-классе Часть квартир есть с комнатами, в которых по два окна Одно из них, ну вот конкретно в этой квартире, которая нам досталась Выходит на Паршино И ну довольно такой миленький зелененький вид А второе окно выходит на соседний корпус И я понимаю, что здесь на самом деле очень небольшое расстояние И хорошо, что есть второе окно, в которое можно посмотреть Потому что здесь, кроме соседских кружек на чужом столе Вот особо ничего не рассмотришь Потому что, правда, очень близко, да? Будет симпатичный фасад, но лучше смотреть туда Что нужно знать о планировках? Мне бы хотел сказать скандалы, интриги, расследования Но больше интересуют необычные форматы какие-то и вообще особенности Ну с точки зрения планировок, опять же, мы старались сделать Квартиры для наших больших жильцов максимально комфортными, максимально удобными Площадь квартиры начинается от 42 квадратных метров И может достигать 128 квадратных метров С точки зрения планировок, есть квартиры, так скажем, распашные Где окна выходят на две стороны Есть вариант планировок, где окна выходят на три стороны света По площади есть квартиры с большими кухнями, гостинами По 30-40 квадратных метров Также отдельные санузлы в спальных комнатах Возможность в гардеробных Все это максимально в наших квартирах мы продумали Сколько санузлов, допустим, в двушках и трешках? Если мы говорим про двукомнатные квартиры, там два санузла В трехкомнатных квартирах уже три санузла То есть, опять же, все максимально для наших будущих жильцов мы продумали А что по необычным форматам? Ну, пентхаусы, естественно, меня интересуют, не мелочимся По пентхаусу, ну, во-первых, на последних этажах каждого жилого корпуса Есть возможность установить камин в каждой из квартир И также на последних этажах будут предусмотрены отдельные пентхаусы с выходами на террасы Во всех корпусах, кроме второго, будет такая возможность приобрести такой Сколько площади этих террас? Террасы, в зависимости, опять же, от выбора корпуса и выбора этажа То есть, они будут располагаться лестнично От 20-25 квадратных метров террасы начинаются Они полностью открыты и без крыши? Они полностью открыты и без крыши, но в любом случае снаружи они защищены Мы, я вам покажу, еще также, может быть, здесь к макетам и вернемся Будет дополнительное остекление снаружи То есть, от посторонних глаз в любом случае никто не увидит Интересно, а уборка этих террас на ком будет? От снега, например? От снега управляющие компании, либо жильцы, также могут за этим смотреть и следить Под нами сейчас находится один большой подземный паркинг В который могут спускаться лифты из каждой секции на минус первый и на минус второй уровень Но, к сожалению, единственное, что от паркинга я сейчас могу показать Это вот эта наклонная рампа, которая является как бы обратной стороной въезда Мы не можем к нему сейчас подойти, но въезды будут со стороны Паршина Их будет два И машина мест коэффициент 0,9 Потому что машина мест 742, квартира 744 Каждый раз во мне что-то колется, когда я вижу, что не один к одному делает застройщик для бизнес-класса Тут типа почти к один к одному Но если учесть, что бесплатных мест очень мало Их там буквально штук 15, по-моему, с одной стороны возле третьего и четвертого корпуса, если мне не изменяет память А так все, получается, вам надежда либо на улицы, которые вообще никак не относятся к застройщику Либо на вашей территории вот эти 15 несчастных гостевых мест Либо придется покупать машиномест на паркинге А что по поводу кладовок? Есть ли они? Сколько стоят? Какие площади у них? Конечно, мы все предусмотрели для наших будущих жильцов Кладовые помещения, они присутствуют на минус первом, на минус втором этаже Там же находятся парковочные места Площадь кладовых от 2,8 квадратных метра и до 12 квадратных метров присутствуют Они уже в продаже? Есть понятие о стоимости? Конечно, в продаже уже имеются По стоимости, опять же, все зависит от метров От 550-560 тысяч рублей Это 2,8-3 квадратных метра Если мы говорим уже про большие площади, это где-то до 1,5 миллионов стоимость кладовых В каждом корпусе первые этажи коммерческие Там нет жилых квартир, есть только входные группы И около 16 коммерческих помещений, как мне сказали, на все корпуса И уже известно, что будет азбука вкуса Будет пекарня, барбершоп Будет детский сад в одном из корпусов Но он будет, естественно, частный Это горница-узорница Как мне сказали, уже не первый объект Инграда, где именно этот частный детский сад появляется Это их партнеры И наверняка откроются какие-то еще пекарни Может быть, салон красоты или что-то в этом роде Входы будут только с наружной стороны Потому что внутренний двор закрыт И тут мне интересно С одной из сторон есть зона, где детский сад будет Где детские площадки для детского сада Где спортивная зона, где зона отдыха И я спросила, какой доступ туда будет Мне сказали, что там будет шлагбаум И вокруг домов, вот ближайшие дорожки, объезд будет тоже только для жителей Но тогда, получается, и в коммерческие помещения Типа только жители смогут попасть А что-то мне не верится, что азбука вкуса, например, будет исключительно для жителей этих шести домов Наверное, под шлагбаум как-то все-таки можно будет пробраться Но проверим, когда сдадутся Мне по макету не очень понятно Вот эта территория с детскими и спортивными зонами Относится ли к комплексу и кем она будет благоустроена и когда? Территория благоустроена будет полностью нами Так как в шестом корпусе находится детский сад И в корпусе номер пять находится группа подготовительного дня Перед этими корпусами будут располагаться специальные три детские площадки Это все мы полностью благоустраиваем Это для маленьких детей, для дошкольного возраста Также перед корпусом номер шесть будет детская площадка для спортивного образа жизни Это баскетбол, футбол И перед четвертым корпусом уже площадки для более взрослых детей Будут установлены столы для пинг-понга Также небольшая баскетбольная площадка И беседки, где можно будет посидеть, позаниматься своими делами Внутридворовое пространство Это будет большой каскадный парк Он размером больше, чем футбольное поле Он будет несколько уровней Там также будут тематические площадки Будет воркаут с тренажерами Будут отдельные беседки с вайпаем Где можно будет посидеть, попить кофе Позаниматься либо своими делами, либо по работе То есть внутридворовое пространство Мы его тоже полностью благоустраиваем И готовим для наших будущих жильцов Всем этим занимаемся мы А вот это пространство, оно будет в общем доступе? Или оно тоже как-то будет огорожено, чтобы сюда только жильцы попали? Снаружи будет в любом случае установлен забор Сюда будут выходить только наши жильцы Потому что вход на территорию будет огорожен шлагбаумом Для объезда для машин И в принципе сюда посторонние жители входить не будут Все будет полностью под охраной и под виден наблюдением Кстати, о соседях жилого комплекса Серебряный парк Вот рядом с первым корпусом Автодром В принципе, если ваш ребенок будет сдавать на права Вы сможете прямо с балкона наблюдать Как он проезжает змейку, кричать ему Паша! Паша! Убери! Ногу с тормоза! Или наоборот Короче, здесь будет забор, как мне сказали И вроде как не будет свободного такого зрительного доступа на этот автодром Но он никуда не денется, он останется Добраться до жилого комплекса Серебряный парк для водителя, например, не составит труда Потому что по Звенигородскому шоссе без пробок до трешки 8 километров Но это минут 15 от силы В принципе, ну не самое загруженное это направление Но опять же, в пешеходе, конечно, можно и подстрять Какой громкий трактор Если вы пешеход, вдруг покупаете квартиру в бизнес-классе за 250 тысяч за квадратный метр А машины у вас нет То вам, конечно, не повезло Потому что ближайшая станция метро Это Октябрьское поле, фиолетовая ветка И до нее еще 7 остановок на автобусе То есть это минут 20 нужно добираться То есть гораздо проще, естественно, взять такси И доехать уже до центра, например, на такси Потому что вы больше времени, сил и денег потратите туда-сюда на этих автобусах гонять Выводы по жилому комплексу Серебряный парк Что хочется сказать Мне чисто внешне этот проект нравится Ну потому что это бизнес-класс У него довольно интересная архитектура Очень прикольная градиентная раскраска фасадов И площади квартир хорошие И квартиры с террасами То есть если рассматривать рендеры и планировки В принципе, мне очень нравится Если говорить о том, что не очень нравится Это, например, судьба предыдущего комплекса бизнес-класса От того же самого девелопера Как-то Вавилова 69 Но не сказать, что сподвигает меня на покупку квартиры бизнес-класса Именно у этого застройщика С другой стороны, не было долгостроев Не было критических проблем Поэтому можно сказать, что вкладываться можно без опасений Наверное Расположение у проекта, если рассматривать близость к Серебряному Бору И район Хорошова-Мневники Это, конечно, очень супер Но для бизнес-класса Вот непосредственно окружение, которое держит вас в кольце Ну не сказать, что самое привлекательное Но ну такое Здорово, что квартиры есть без отделки Есть вайтбокс, есть с отделками В принципе, относительно неплохо с машинными местами Но опять же, они довольно дорогие И все-таки их хватает не на все количество квартир Поэтому вы слышали плюсы, минусы Пишите обязательно в комментариях Какая информация у вас есть по этому проекту И не забудьте поставить лайк Подписаться на канал, колокольчик И всем пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»